Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу сделать очередное видео на тему сталкинга, открытого преследования и того самого обситерора, который происходит со мной уже года 4 месяца. Значит, что происходит в последнее время? Они подставили, ну, подставили, так можно сказать, около меня двух двойников. С Галиной Лазаритской ранее я говорила о двойниках. То есть подставляют людей, очень феноменально похожи, то есть есть какие-то различия, но тем не менее они феноменально похожи на человека, с которым до этого я общалась, имела там отношения дружеские. И этот двойник очень хорошо осведомлен о отношениях этих, о подробностях дружбы, общения, подробности общения этого. Вот, ну, он чуть-чуть отличается, значит, вот такой момент, значит, у них вот такое веселье. Подставление двойников, может быть, это клоны, я не знаю, кто это, что это, с какой целью это делается. Но у них это игра. Для них это все игра, игрушечки. Они играются с чужими жизнями и не задумываются о морали этого всего. Так же я отследила следующий момент, вот, значит, открытая слежка и сталкинг. У меня продолжается год и четыре месяца, то есть абсолютно большое количество людей, которых я не знаю, они, зато они прекрасно обо мне все знают и пытаются, то есть лезть в мою жизнь без приглашения, то есть делают очень неприятные вещи. Вот. Ну, вот, допустим, в последнее время они мне угрожают, что сделают мне плохое зрение. Там лишат одного глаза, левого глаза. То есть у меня везде в соцсетях появляется человек с одним глазом. Ну, сегодня в Москве я иду на улице, и, значит, проходит парень, такой внешность, как у человека, который работает на стройке. Вот он поворачивается ко мне эхидно и говорит, слепая, слепая, ничего не вижу, слепая, не смотрит мне в глаза при этом, говорит это, улыбается эхидно, отворачивается и дальше идет. Потом, то есть, разговариваю с человеком, он там начинает закрывать один глаз. Ну, вот эти сталкеры, да, с которыми я пытаюсь общаться, понять, с какой целью и зачем они преследуют, почему они все знают в моей жизни, а я не особо-то знаю о их жизни. Как-то нечестно получается, они все знают обо мне, а я о них ничего не знаю. Так, ну, что еще можно сказать? Ну, также я отследила момент, то, что у них, ну, значит, при пси-терроре известно, как бы читаются мысли, да, и то, как это происходит, именно процесс. Я вот наблюдала за этим. Ну, вот общаюсь со сталкером, и ему вот звонит телефон. Ну, вот недавно была ситуация, общаюсь там с парнем, который там явно подает там слова якоря, там, I'm lucky, киса-киса, там, все, что они употребляют в отношении меня. Вот, и звонит телефон, и он, как бы, может быть, он не понял, или ему все равно было, и он на громкой связи разговаривает с девушкой на английском, да, и, то есть, она ему рассказывает, о чем я думаю. То есть, дословно рассказывает, вот она сейчас думает об этом, об этом, а я это все слышу, либо он забыл сделать на громкой связи, и это не первый раз. Это не первый раз такая ситуация, когда я наблюдаю, как, что человек смотрит на телефон, потом раз что-то прочел, и потом мне трактуют мои мысли. Это было немного, много-много раз, то есть, поэтому я могу сказать, скорее всего, у них вот жертва, все террора, там, или человек, который подвергся преследованию, у этого человека сидит оператор. Оператор, который мониторит мысли, пытается управлять этим человеком, да. И есть другая категория людей, вот эти сталкеры, которые, в принципе, могут обратиться к этому оператору и узнать ваши мысли. Вот, значит, вот такой вот веселый бизнес. То есть, оператор берет под контроль человека, жертву преследует, мониторит его мысли, и есть категория людей, которые заинтересованы в чтении этих мыслей. Эти, это же те же самые сталкеры, кто повеселится, кто как. Ну, я думаю, что это очень широко используется и в бизнесе, и в разных сферах, и в политике, и так далее, и так далее. Берут человека на контроль, многие даже не подозревают, находятся в закрытой фазе, сидит человек, мониторит его мысли, а люди, заинтересованные в его мыслях, находятся рядом, общаются, при этом читают его мысли. Так, ну, что еще сказать, значит, ну, вот, что у них в последнее время, значит, они мне угрожали, что инвалидностью, да, они постоянно тут с костылями ходили, то есть, куда не выйду, уличный театр с костылями, с колясками инвалидными, вот, и в результате мне в последнее время даже надлевая нога начала, sometimes, неметь. В последнее время они, вот, хотят мне решить зрение, чтобы мне зрение стало плохое, но у них это не получится, как бы они не старались. Вот, ну, что еще рассказать, ну, в общем, они всячески пытаются испортить жизнь, запугать, ничего нового. Ну, в принципе, наверное, вкратце, так, для отчетности, вот, я сделала видео, давно не делала, поделилась, что происходит у меня в жизни.